Приветствую вас, Аноним. Давайте мы разберем ваш вопрос. Ну, во-первых, наверное, стоит сказать, что мне показался ваш текст таким достаточно неопределенным, достаточно таким расплывчатым. То есть вы говорите, что для меня это проблема. Немножко позже мы разберем, что именно для вас проблема. И что без психолога здесь не обойтись. Но при этом вы как бы выносите свою проблему на... Такое вот, такое будет слово, не очень подходящее. На суд многих психологов. То есть больше, чем одного. Это выглядит несколько противоречиво. Потому что по-хорошему, по-хорошему за вашим текстом скрывается огромное количество переживаний, тревожность, невысказанных эмоций. Эмоций. Ну, большое количество невысказанных эмоций. И прочее. И... Обо всем этом нужно поговорить. Наверное... Может быть даже выговориться. Просто. Сначала. Сначала. А так получается, что вы просто вкратце описали свою проблему. И хотите получить достаточно точные рекомендации. Достаточно такие, знаете, лаконичные директивы. При том, что... При том, что... Сами говорите, что без психолога не обойтись. То есть если не обойтись, то требуется терапия. В первую очередь вам. Но в то же время вы просите директив. Да? То есть вот... Как бы я могла там поступить, чтобы вот... То-то, 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 то-то. Но это немножечко... Не в ту степь. Немного. 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 Не в том. Направлении. Движению. Вот. Дальше. У меня есть сын в пище ТВ. А, нет. Я встречаюсь с мужчиной больше года. Ну, срок приличный. Больше года это... Приличный срок. Важно понимать, что между вами и мужчиной общего. Важно понимать, что вас связывает друг с другом. Важно понимать, какой фундамент у вас взаимоотношений друг с другом. Важно понимать, как вы воспринимаете мужчину. Какие у вас к нему чувства. Обносятся ли эти чувства к нему, или обносятся эти чувства к вам. Эм... Эм... Вот что важно. Потому что, если, например, фундамента нет, достаточного фундамента, объединяющего вас, то... Вам будет сложно построить отношения с мужчиной. Если ваши чувства направлены на... Эм... Когда... Когда вы говорите, что встречаетесь с мужчиной... Эм... Больше года. То... Это, с одной стороны, длительный достаточно срок. Но, с другой стороны... Возникает много вопросов, по поводу характера ваших отношений. Дальше. У меня есть сын. Одиннадцать лет. И он с ним не знаком. Эм... Я очень переживаю. Как это сделать? Ребенок никогда не видел меня с мужчиной. Ну, вот здесь... Хотелось бы, конечно... Уточнить... Эм... Основание для важных переживаний. То есть... Эм... Ребенок никогда не видел вас с мужчиной. Потому что... Вы с мужчиной не были. Почему-то вы решили от него это скрыть. Что у вас кто-то появился. Почему-то вы своему ребенку об этом не сказали. Эм... И... Почему-то... Вы... Эм... Получается, создаете... У ребенка... Такой образ матери. Что... Когда... Мать... Живет только для своего ребенка. То есть... У матери... Своей... Жизни... Быть не может. У матери... Своего счастья... Быть не может. Такое ощущение, что вы... Перед ребенком... Испытываете... Чувство вины... За что-то. Или... Боитесь... Опять же... За него. Но... Простите... А... Какие основания у вас... Например... Сомневаться... В том... Насколько... Эм... Позитивно воспримет ребенок... Эм... То, что у вас... Появилась своя личная жизнь. Простите... А... По какой причине вы считаете, что... Ребенок должен обязательно воспринять это... Позитивно. И... Если у вас есть... Действительно есть... Чувство вины... Перед ребенком... То необходимо, конечно, от него освободиться. Потому что чувство вины перед ребенком... Мешает вам быть... Счастливой. В любом случае, вы пишите, что я очень переживаю... Как это сделать? Ребенок никогда не видел меня с мужчиной. Но оснований для своих переживаний... Оснований... Для... Своих переживаний... Вы не называете. Почти... Эм... Шесть лет... После... Развода... Пишите вы... Эм... У меня открыто не было... Не было... Ни для кого. Эм... Ну, то есть, вы здесь имеете ввиду, что... Эм... После... Развода... У вас... В течении шести лет не было никого. Открыто. То есть, опять же, открыто. То есть, вы как будто... Эм... Стыдитесь... Эм... Отношений. Как будто вы, вот... Эм... Эм... Считаете это чем-то запретным, что ли. Как будто вы... Эм... Эм... Прячетесь. Как будто, вот, вы стыдитесь. Да. То есть, такое вот... Эм... Эм... Чувство... Стыда. Откуда-то... Здесь... Берется. То есть, понимаете... Эм... 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 вероятно, как-то вот достойный, достойный того, что вот с вами происходит, да, то есть как-то вот открыто. Как привести наши отношения на новый уровень, я совсем не понимаю. Чьи наши отношения, то есть тоже не совсем понятно. Ваши отношения с мужчиной или ваши отношения с ребенком, или все ваши отношения, то есть ваши отношения и с ребенком, и с мужчиной. По факту получается, что вы находитесь в треугольнике Карпмана сейчас, да, я вам рекомендую изучить его, просто чтобы понимать, о чем идет речь. Вот, вы находитесь в треугольнике Карпмана, где, в общем-то, на мой взгляд, ребенок ваш это такой тестеран, на мой взгляд, который ограничивает вас, из-за которого вы не живете личной жизнью, хотя, безусловно, любите его, и, в общем-то, хотите, чтобы для него, ну, чтобы у него все было хорошо. Есть спаситель, это ваш мужчина, который должен спасти вас из такой вот, наверное, скучной, неинтересной, а пресной жизни, которой вы жили, ну, вот, до его появления и после развода. И есть вы, которая находится в состоянии жертвы, потому что, ну, вот, вы не знаете, что вам делать. Вот такое у меня привело впечатление. Как перевести наши отношения на новый уровень? Ну, во-первых, наверное, все-таки речь идет о неком сближении, я так полагаю, да, вот, некое сближение, некое такое вот знакомство, некое доверие по отношению к ребенку, возможно, потому что у меня есть ощущение, что ребенку вы своему не доверяете. Вот, хотя ему уже 11 лет, то есть, как бы, ну, пора уже, в принципе. Вот, и ребенок, я уверен, сам знает, что такое, ну, симпатия к противоположному полу, да, и вообще романтические чувства. Поэтому здесь, мне кажется, в первую очередь необходимо гармонизировать отношения с вашим ребенком, потому что вы его как-то вот отдаляете от себя, вы его, с одной стороны, вы с ним, мне кажется, излишне слиты, то есть, вы к нему привязаны, вы сливаетесь с ним. Вот, с другой стороны, мне кажется, что вы не отдаете себя отчет в том, что мальчик взрослеет, он взрослеет очень быстро. Вот, и благодаря тому, что у вас противоречивые чувства по отношению к нему и по отношению к себе, в частности, вот, как я уже говорил, перед ним чувствуете вину, возможно, да, а в себе сомневаетесь, что достойный, достойный быть счастливой. Вот. Из-за этого не получается быть с ним искренним, а ребенок это так или иначе чувствует. Таким образом, я думаю, что с первого года нужно обозначить ребенку четко в своей позиции, и дальше уже из этого двигаться, ну, из этой позиции двигаться вперед. Мы живем в маленькой съемной однокомнатной квартире, очень мало места, можно было привезти, а как гостя всем точно будет некомфортно. Ну, здесь у меня есть ощущение, что вы, опять же, стыдитесь в своей жилой площади, потому что, ну, что значит, всем будет некомфортно. Извините, вы не будете сидеть на голове друг у друга, да, и я думаю, что битву за ванну и, простите, уборную, ну, битвы не будет. Не будет битвы за эти вещи. Вот. Поэтому здесь, честно говоря, основной эмоцией, которая, как мне кажется, вами руководит, является чувство стыда. Вот. И, опять же, проблема личных границ, потому что, вот, всем будет некомфортно, да, это, как бы, вы решаете здесь за других людей, как им будет комфортно или нет. Но, смотрите, мужчина, если выберет прийти к вам, это будет его ответственность, и даже если ему будет некомфортно, это его проблема, не ваша, и здесь, может быть, вы боитесь его потерять. А тогда нужно, соответственно, нужно в этом направлении смотреть. Что касается ребенка, что он, если ребенку будет некомфортно, то, опять же, это проблема ребенка, и ваше болезненное восприятие этого тоже с чем-то связано. Потому что, ну, извините, я уверен, много раз вы терпели какой-то вот дискомфорт, да, ради своего сына. Вот. Я уверен, что это происходило. неоднократно. Я уверен, что это происходило много раз, и почему-то вот свой дискомфорт вы считаете нормальным, а чтобы ребенок немножечко, так сказать, потеснился, это почему-то проблема. Вот. То есть, опять же, вот стыд. Дальше. Значит, совсем не знаю, как быть. Ну, это вот позиция жертвы. Классическая позиция жертвы. Здесь у нас игра, да, но можете почитать, а не в интернете. Какая моя задача в этой ситуации, чтобы что, как я могу сделать, чтобы этот процесс максимально комфортный? Никак. Потому что максимально комфортно здесь быть не может. Кому-то будет некомфортно, и это нормально. вообще приучить, например, своего ребенка к определенному дискомфорту или себя к определенному дискомфорту является крайне полезным навыком. Потому что умение воспринимать дискомфорт как что-то естественное, да, как что-то такое вот само собой разумеющее, это очень полезная штука. поэтому ваше стремление к тому, чтобы всем было комфортно, ну, выглядит здесь как уже спасительство. То есть я за всех отвечаю, но это на самом деле не так. Это на самом деле не так, не так, потому что за свой комфорт отмечает каждый, в общем-то, человек. То есть здесь вы видите, опять же сталкиваетесь с проблемой личных границ, да, и проблемой того, что не отделяете себя от другого человека. Дальше. Вы пишите, что может сделать мужчина, и, наверное, тоже не очень просто. Что может сделать мужчина, чтобы что? Она не то есть мужчина, это мужчина, и то, что он может сделать что-то, он сделает. Это его ответственность, это его интерес, это его в общем-то прерогатива, да. По большому счету вы сейчас спрашиваете нас о том, что должен сделать человек, что может сделать человек человек, которого здесь нет, да. То есть, ну, можно было бы это обсудить, например, с вами двумя. То есть, вот, если бы вы оба обратились бы к нам, да, ну, к психологу, вот, выбрали себе специалиста, и к нему обратились бы лично, вот, вдвоем, и там уже можно было бы выяснить, что может сделать человек, который может сдох мужчинам. Дальше, вы пишите, ему тоже, наверное, не очень просто. Ну, да, ему не просто, а, простите, почему вы решили, что ему должно быть просто? с чего вы это взяли? Ну, то есть, вы считаете, что, что мужчине должно быть комфортно? С какой стати? Дальше. Наши отношения, пишите вы, как бы подвисло, то есть, если хорошо, а вы впускать его в себе, в жизнь, страшно и непонятно как, у него нет детей. Но, если вы боитесь кого-то впускаться в себе в жизнь, то это, скорее, говорит о том, что вы действительно боитесь, что вы действительно чувствуете себя незащищенно, и это связано с тем, что, опять же, личная граница у вас наручена, между вами, и окружающими людьми. Вот, поэтому вы и боитесь, это проблема в всем, чтобы сказать, нет, это вот такое желание, желание угодить людям, и, в общем-то, помещение интересов других людей на первое место вместо своих. Вот. я понимаю, что вам страшно впускать человека к себе в жизнь, но нужно разобраться с тем, как этот страх получается, как он образуется, иначе будет проблема. вот. Что касается того, что не знаете как, да как, постепенно. Очень просто. Сначала это делается на нейтральной территории. Вы с ребенком, мужчина вас встречает, вы общаетесь, представляете мужчину, как своего друга, или как знакомого, или сразу говорите правду, лучше, конечно, сразу говорить правду, что вот я встречаюсь с мужчиной, вот. И все. И общаетесь. Да, ребенок, ребенок будет настроен по отношению к нему насторожен. Да. Но вы поймите, что подросток, 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 с кем является сейчас ваш ребенок. Штыки воспринимает абсолютно все. И если он видит, что вы уверены, что вы спокойны, то он очень быстро примет это, потому что ему тоже нужен ответ. Вы говорите, я не знаю, как спустить мужчину. А в чем проблема? То есть в чем здесь у вас противоречие? Вы пишите, у него нет детей. И что? В это к чему? Если вы не доверяете мужчине, то как раз таки его взаимодействие с ребенком позволит вам увидеть, как он относится не только к ребенку, но и к вам. То есть мне кажется, что вы не искренне ни по отношению к ребенку, ни по отношению к своему мужчине. Потому что вы не искренне сами с собой. дальше. Я четко понимаю, что у меня проблема. Так как многие подруги дружат с мужчинами, просто так и встречаются куда-то, ездят вместе с детьми и вообще нормально относятся к всему. У меня прям проблема. И тут без психолога никуда точно. Ваша проблема в том, что вы стараетесь всем угодить. Ваша проблема в том, что вы не преследуете свои интересы. Ваша проблема в том, что вы испытываете вину и тревогу. Вот. И ваша проблема отсутствие личной границы. Из-за этого страх перед новым. Вот. я думаю, что проблему этого нужно решать. Вот. Но хотел бы я обратить ваше внимание вот на какие ну скажем так детали. Во-первых развод. У развода есть причины. А причины развода нужно рассмотреть. Потому что если причины развода не рассматривать, то могут быть серьезные трудности у вас в частности может быть повторение этой ситуации с мужчиной. Собственно повторение оно уже в некоторой степени имеет место быть. Вот. Потому что ну давайте вот как-то будем честны. Да? будем честны с вами и скажем, что не очень не очень хорошо у вас сейчас складываются отношения с мужчиной. Это не очень хорошо. и я думаю что это не ааа совершенно вот ааа на мой взгляд это первое то есть необходимо ааа необходимо по преследовать ааа ваш опыт да? Ааа опыт именно развода то есть вот аа аа именно выстраивали отношения у вас ааа что-то не получилось ааа там какие-то были проблемы и трудности вот аа ну на мой взгляд это нужно ааа значит исследовать ааа дальше ааа следующий ааа следующий ааа на который я хотел бы обратить ааа ваше внимание заключается в том что вы как бы ааа сравниваете себя с ааа ну со своими подругами вы сравниваете себя со своими подругами мне кажется это эм эм felix далеко не лучшая история для вас потому что все-таки ну подруги эм эм подруги а вы это вы если там например у кого-то что-то делать, если у кого-то получается как-то вот себя вести, да, если у кого-то получается как-то вот реализовывать свои интересы, это не значит, что вы должны также со всем этим справляться, но у вас могут быть чисто объективные, у вас могут быть свои ценности, у вас могут быть свои особенности индивидуальные, вот, и это, мне кажется, абсолютно нормально, поэтому я вижу некую тревожную историю в том, что вы сравниваете себя с своими подругами, вот, и считаете, считаете, что у вас проблема, вот, ну, только потому, потому, что у подруги, ну, у подруг, точнее, получают, а у вас нет, вот, ну, мне кажется, что это очень, такая позиция, позиция, я бы сказал, ограничивающая, да, вот, и мне бы не хотелось, чтобы именно такая позиция была тем, чему вы следовали бы, допустим, вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить, пока что, ну, да, вот, ну, вот, на данный момент, на данный момент, это то, что я могу вам сказать, на этом пока что все, я надеюсь, что это было вам полезно, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Спасибо. Спасибо.